здравствуйте и скандал здравствуйте добрый вечер значит будем учитывать что мы здесь разговариваем втроем как вы знаете у нас есть третий собеседник который будет смотреть нашу видеозапись вот поэтому мы с учетом его будем немножко корректировать разговор ну во первых я хочу сказать что сегодня 7 декабря 23 год и мы с вами встречаемся для того чтобы обсудить конференцию которую планируете 21 декабря вот и насколько я вот в голове держу это памяти мне очень понравилось название русская школа инженер вот собственно говоря насколько я вас понял из предварительных разговоров задача конференции какую школу начать нет немножко не совсем как бы верно не русская школа инженер русская инженерная школа ну как бы в планах у нас в альметьевске в нашем городе вот как раз 21 декабря открыть филиал регионального общественного отделения регионального общественного общества русской инженерной школы а вот так ну да в рамках вот этого как раз в рамках точнее вот этой как раз конференции мы хотим вот создать вот такой филиал вот смотрите наш с вами сегодняшний разговор но я вот выскажу мою точку зрения на сам наш разговор пока еще не на русскую инженерную школу а просто на то что мы сейчас с вами делаем я понимаю наш разговор как некоторое начало ручейка которая ну будет на ю тубе и под это начало ручейка нам надо сделать но оглавление будущих разговоров и всех других материалов которые по поводу этой школы будут по мере работы появляться чтобы но другие люди которые захотят участвовать они смогут легко находить все и легко этим пользоваться правильно да вот поэтому я чуть-чуть скажу два слова а вот этом жанре искусства но я искусство возьму в кавычки а насчет который я называю видеокнига в диалогах вот значит с одной стороны это диалоги мы с вами о них уже много говорили чем они такие мощные по сравнению с групповой работой а автором с другой стороны это видеокнига то есть это оглавление где даны аннотации каждого разговора и дана прямая ссылка на видео кто хочет может пойти по ссылке и сразу посмотрите этот разговор ну в том объеме в каком захочет вот вот этот жанр искусства я уже давно применяю примерно шесть лет и накопил значительный опыт и соответственно его результативность понятно она довольно высокая потому что все собрано в одном месте компактно и очень требует мало заботы труда вот поэтому вот мое отношение к нашему разговору вот такое что мы кладем начало этой видеокниги и ну и дальше будем складывать остальное все что будет я закончил ваше слово пожалуйста я очень рад приветствовать вас с таким проектом я чем смогу тем только буду помогать мне это очень стало интересно я честно говоря даже это немножко не подготовлен что ли я не в курсе даже такого проекта ну вот ничего на наш третий собеседник он тоже не подготовлен я для него скажу что вот здесь под нашей видеозаписью внизу будет описание куда я складываю все необходимые ссылки в том числе я могу дать дополнительно ссылку на такую видеокнигу который я веду по моему проекту самоучитель от аллогинизма да вот и человек посмотрит как это выглядит и может но себе создать представление что это такое вот хорошо теперь давайте конференции значит ну сегодня 7 21 вычитаем получаем 14 дней до конференции довольно мало времени вот на мой взгляд ну насколько я себе представляю такое мероприятие я бы хотел чтобы у меня лично если бы я готовил такое мероприятие было хотя бы в запасе месяца три времени с тем чтобы ну людей оповестить с каждым поработать и так далее вот но у нас вот сколько есть столько есть а вот поэтому моя первая идея такая конференция уже началась мы сейчас с вами фактически находимся в ней и с этой точки зрения я считаю что мы уже работаем на конференции вот приглашаю остальных кто нас будет смотреть тоже делать диалоги друг с другом со мной с искандаром между собой другие люди и тогда у нас получится длительно длящаяся конференция то есть фактически она может быть непрерывно не только те один или два дня которые пройдут очень но и остальные дни тоже мы можем использовать сразу для работы не для подготовки конференции а сразу для работы что вы по этому поводу думаете я разделяю ваше вот это стремление таким образом даже вы помогаете мне а я очень заинтересован в ваших таких гениальных проектах как самоучитель талгенизма как вот этот проект про который вы рассказали у нас еще будет я думаю много интересных проектов и разных идей потому что ну я считаю что мне повезло что вот у меня такие наставники с таким креативным мышлением которые мне тоже очень сильно помогают спасибо вам да вот значит да ну что сказать значит я бы сразу же попробовал на вот конференцию нашу и русскую инженерную школу обсудить вот с какой точке зрения значит просто задал вопрос что необходимо иметь 21 числа чтобы мы потом могли сказать что вот да уже филиал русской школы инженерной школы в городе адмитиск он уже есть вот смотрите предположим конференции нет мы можем этот филиал вот взять сейчас и начать делать ну создавать открывать что надо делать конкретно скажите пожалуйста а сама конференция как бы для этого не нужно мы просто решили это сделать как небольшим вложением в эту конференцию ну открытием вот этого данного филиала а то есть филиал можно открыть и без конференции правильно да ну и какие шаги вы видите для этого надо сделать ну мы ждем в любом случае встречи с нашим доктором технологических наук как кибальниковым и extом так как он является как-то таки я представителем школы а к он как υτическое право получается Ichna там представительства с доверенностью или как или иначе приехать к нам в город и открыть филиал. Ну, все как должно быть грамотно, юридически. Я, честно говоря, в этих вопросах не особо подкован. Ну, смотрите. Владимир сказал, поможет. Да. Вот. Значит, школа... Я все время путаюсь опять. Помогите мне с названием. Русская инженерная школа. ВИЧ. А, значит, начинается с буквы Р. Русская инженерная школа. Я все время хочу назвать школу русских инженеров. Русская инженерная школа. Ну, вот так мне больше нравится, конечно, русская инженерная школа. Вот. Еще пока у меня в речи оно не вложилось. Непривычно немножко. То есть, насколько я имею опыт создания всяких организаций, кооперативов разных и так далее, то надо эту бумажку, ну, я, может быть, так, слишком пренебрежительно сказал, бумажку, документы нужно сейчас начать готовить. Как вы думаете? Ну, этим уже вопросом, я думаю, занимаемся уже все мы. данный момент я в ожидании. я встречаю. Нет, смотрите, вот у нас следующим нашим собеседником может быть Сергей Владимирович Кебальник. Как вы сказали, представитель этой русской инженерной школы. Вот. А сама эта школа, она в каком виде существует сейчас филиал, чего, ну, так сказать, филиал, который будет в альмете? Насколько я интересовался справкой, ну, в интернете там какой-то такой выложенный, ну, довольно-таки весьма оплативным состоянием, но я думаю, что это можно поправить с текущими событиями, как говорится, и с текущей ситуацией, я думаю, сейчас уже в конце концов обратят внимание уже на инженеров и обратят больше внимания на институты, которые именно с инженерным уклоном. Например, такой институт, как Казанский авиационный институт КНИТУК АИ. Кстати, к слову скажу, что я закончил Казанский строительный институт. Да. Почти. В моей биографии есть такой факт. Вот. Я там за три года закончил строительный институт заочно. Вот. И получил диплом. Все как следует. И Казань мне очень помнится и нравится. Вот. Да. Да. Хорошее воспоминание. Замечательный институт. Вот. Ну вот. Так смотрите, что получается. Что фактически мы не только можем на этой конференции документально зафиксировать факт вот юридический открытие филиала русской инженерной школы. Но мы можем на конференции и обсудить, и создать планы подготовки инженеров. Правда? Ну, конечно, это все входит как раз в нашу компетенцию нашего автономной некоммерческой организации научно-развивающегося центра инновационная сфера. А, инновационная сфера, это, да? Да, как раз это и есть в принципе те самые функции, которые она должна нести. То есть обучение, познание. А тогда непонятно. зачем вообще вам филиал, если у вас и так есть уже организация своя? Ну, скажем так, есть организация, которая, ну, ее юрисдикция, как говорится, это только наш город, там, есть организация, которая региональная. Ну, региональная организация, я думаю, у нее побольше в плане географии возможностей. Ну, я бы такой вопрос пока просто задал, чтобы подвесить его, чтобы не забыть подумать над ним, зачем это надо. Вот. Как вы мне там написали, зачем, кто, когда, где, да? Ну, это в принципе условия презентации любой. В каждой презентации нужно ответить вот на эти вопросы. И чем она короче, тем лучше. Это я говорю вам из опыта, потому что редко кто бывает открывает даже вторую страницу презентации. Поверьте мне, что человек не может заниматься чем-то, ну, там, несколькими делами одновременно. Он всегда сфокусирован на чем-то основном. Поэтому добиться внимания это главная задача презентации. а дальше внимание значит достигнуто, то в дальнейшем уже человек заинтересуется уже концепцией. А вот уже потом можно подавать уже там 20-страничную или там 50-страничную презентацию. Посмотрите. И подносить как концепцию. Да, вот то, что вы сейчас сказали, я в это время сидел и как бы параллельным своим, это как бы два процессора у меня работали. Один процессор понимал то, что вы говорите, а другой процессор какую-то параллельную там штуковину у него там шевелилось. И эта штуковина выглядит вот как интересно. Значит, что мы только что 2-3 минуты тому назад я сказал, что мы можем учебный процесс уже планировать и его осуществлять. Вот, вы согласились с этим. И тут мне вспомнился пример буквально 100-летний недавности, а конкретно 1928 год, вот в то время была похожая ситуация, как и сейчас с инженерами. То есть их дико не хватало. Вот. И, но там еще чем была ситуация приятная, тем, что огромное количество молодых людей хотели стать инженером. Вот. И в этой ситуации они все ринулись в вузы, в инженерные, а их тогда было мало. И там был конкретный пример, Бауманское училище в Москве. Вот. И туда, конечно, не всех приняли, кто хотел. Не было места просто. Вот. Мощности этих институтов были тогда маленькие, недостаточно. и случилось так, что один человек из этих, кого не приняли, он сказал, ребята, тем, кого не приняли, он им сказал, а давайте мы сами организуемся и будем друг к дружку учить. Он, конечно, это не с потолка взял. Он до этого два года занимался на курсах Александра Григорьевича Ривина, где шло именно взаимное обучение. Поэтому он понимал, как это вообще делать, это взаимное обучение. А поскольку у него был организаторский талант, его фамилия Вихман, этого человека, вот, он был тоже молодым человеком в то время, и он его вот это все организовал. Значит, рассказываю географию этого дела. Значит, все знают, где находится в Москве Кремль, правда? Вот. А рядом с Кремлем находится Красная площадь. И вот если из Красной площади выйти, из Спасских ворот выйти и по Красной площади пойти к Москва-реке, туда вниз, то сегодня там находится парк Зарядье. Вот этот шикарный парк современный там, все такое. Вот. А раньше на этом месте стояла гостиница Россия, которую снесли полностью. А еще раньше на этом месте хотели построить высотное здание, очень высокое, самое высокое должно было быть здание. И я видел котлован этого здания, который стоял как котлован очень много лет, ну, порядка, наверное, лет 20, потому что никто не знал, что же там сделать. Но когда начали строить высотное здание, оказалось, что там грунты не выдержат такое огромное здание. Поэтому заморозили стройку, а что вместо нее делать, никто не знал. Вот. А еще раньше на этом же месте, вот там на берегу Москва-реки, по ту сторону, если идти от Василия Блаженного вниз, по левую сторону от моста, там был свечной завод, который был в то время в 28-м году заброшен. Так вот, Вихман со своими коллегами взяли там один цех, расчистили там мусор, нашли лавки и столы, ну, видимо, провели какой-то свет, отопления там не было, и там они организовали дикий вуз. Вот для меня этот дикий вуз является точной моделью, абсолютно один в один того, что можно сделать у Вас в русской инженерной школе. Вот такая байка. Вы, Искандар, вот эту байку про дикий вуз где-нибудь краем уха уже зацепляли, скажете? Да, да. Но я ее так вот цветасто рассказал, вот, я ее так цветасто рассказал, ну, для других людей, чтобы они понимали, что вот эта цепочка историческая, она вот так происходит, вот. Да, ну вот, и вот этот учебный этот процесс, можно организовать, не имея даже здания, у них не было, вот, был вот этот цех, потом почему-то там стало им плохо, короче, им там разные помещения давали и так далее, в разных местах. Вот этот был такой раскиданный дикий вуз, значит, и они там за два года выучили полторы тысячи молодых людей на инженеров, тогда как в Бауманском училище учили пять лет, при том, что они выучили по программе этого Бауманского училища. А вы знаете, что дальше было? Знаете или нет? Слушаю. Нет, я вас спрашиваю, вы даете? Я лучше дослушаю, я не уверен. Да, вот, смотрите, естественно, они написали письмо наркому образования, что вот надо принять экзамены. Вот, а наркому сказал, какая фигня, идите нафиг. Тогда они написали письмо товарищу Сталину, а год был в это время тридцатый, так, для справки, да, и товарищ Сталин топнул ногой и сказал, принять экзамен сейчас же. Вот, и приняли экзамен. Так вот, собрали самых лучших преподавателей, экспертов, инженеров, которые у них принимали экзамен очень строго. И эти эксперты сказали, мы таких знаний, такого качества, таких грамотных инженеров сроду не видали. Понятно? И этим людям выдали дипломы инженеров. Дальше печально это судьба этой школы, потому что государство взяло его под свое крыло, а до этого не хотело и денег не давало и все такое. И, соответственно, сразу же там исключили взаимное обучение. Дали помещение, дали все, и этот вуз существует до сих пор. Я так на память не помню, как он называется. Он несколько раз преобразовывался, и сейчас он там какой-то электромеханический институт или что-то в этом роде. Он несколько раз претерпевал разные изменения, но с 31 года в нем никакого парного взаимного обучения уже нет. И возродить эту традицию дикого вуза, конечно, было бы очень здорово. Ну, на новой основе, естественно, все это у нас есть интернет, есть много чего, чего у них не было. Поэтому нужно сейчас просто сделать программу обучения, и вот этому и надо посвятить, на мой взгляд, конференцию. Прямо этой программе. Как считаете? Мы вас ждем. дайте нам программу типа, да? Мы вам сделаем или я не знаю, как вы у нас будете офф или онлайн, но в любом случае для вас всегда двери наши открыты с вашей методикой интересной. Вот я дам вам такой ответ. Смотрите, какой. Значит, у меня есть давнишний мой партнер, в горе Иваксары. Это тоже там у вас недалеко. От вас недалеко. Валерий Павлович Гальетов. Он где-то с 70-х годов инженер ТРИС. Ну, вам не надо объяснить, что такое инженер ТРИС. А наши зрители, они полезут в интернет, сами найдут. Вот с тех пор он ТРИС. Это его основная деятельность. Так вот, где-то примерно, не соврать бы, в 12-13-м или 14-м году, у него есть видеозапись, потрясающая совершенно запись. У них там есть в Чебоксарах политехнический институт, был тогда. Сейчас не знаю, как он называется, наверное, какой-нибудь университет. И он был там на кафедре какой-то, сейчас помню. И вот собралась кафедра вместе с начальником кафедры, как там называется, зав. кафедры, тогда вопросом стали думать, как трансформировать программу обучения, потому что все говорят, что это все барахло, все это старье, и что делать. И там выступает Гальер. Его выступление на заседании кафедры длится минут где-то 10 или 15 всего. Я обязательно найду ссылку на это видео, и дам ссылку непосредственно на то место, где Галиетов начинает говорить. Там он отвечает на наш с вами вопрос, как сделать программу современную, чтобы эти инженеры были на расхват. Понятно, да? Я могу рассказать всю технологию, которую он там рассказывает, но я, наверное, пожалуй, воздержусь, может быть, даже больше из-за того, чтобы сделать интригу такую, да, что люди захотят посмотреть рассказ из-под ленинга, как Галиетов это рассказывает. Он там рисует простенькие очень схемки, но в двух словах это выглядит так. Товарищи преподаватели этой кафедры, а не пойдете ли вы на улицу к этим самым предпринимателям, на эти самые заводы и фабрики, и не спросите ли там, чего у них там очень криво и чего им не хватает, и будете учить тому, чему они вам расскажут. Вот в двух словах мысль Галиетова. Понятно? Вот она практика вся. Понимаете, да? Вот. Ну, он очень убедительно, очень интеллигентно, тихим голосом все это рассказывает со схемками. Для меня это просто образец того, как должна. И эта программа, она не может быть один раз сделана, и давайте теперь 20 лет по ней учить. Вот этот десант в жизнь, он должен быть непрерывным. Поэтому одно из, один из отделов вот этого первая буква Русская инженерная школа, вот, это вот эта вот настройка на действительность. Я бы так этот отдел назвал. Фактически, ну, можно сказать с некоторой натяжкой, что это отдел маркетинга, правда? Да, будете, я думаю, мне помогать ее вести на начальном этапе. Вот, значит, уже сегодня, не дожидаясь 21 декабря, можно наметить список из двух-трех людей, которые есть в Альметьевске, наверняка, которые на подобные вопросы, ну, имеют готовый ответ. И в этом только вы можете эту работу сделать. Ну, и вы, или кто-то из ваших коллег. Значит, работа очень простая. Нужно пойти к главному технологу какого-нибудь предприятия, главному инженеру, вот к таким людям пойти и сказать, товарищ такой-то, а вот каких вам инженеров надо через два года, через три, да? Заставьте, пожалуйста. Вот у меня был такой случай, я тоже интересный случай вам расскажу, даже скажу, в каком году это было, сейчас соберу, это был восемьдесят, наверное, третий или четвертый год. У меня там была большая неприятность моей преподавательской деятельностью, когда меня выгнали из кафедры, вот, я преподавал ассемблер, вот, и мне не хватило часов, они сказали, что министерство срезало для подчасовиков количество часов, и мне их просто не хватило. Потом через год я узнал, что это все было совсем не так, а меня не ушли, потому что я придумал процесс преподавания, он называется стартовый экзамен, в очень солидном немецком журнале, есть статья на немецком языке, моя статья, вот, давно написана еще в девяносто каком-то восьмом, наверное, году, вот у меня в шкафу есть этот журнал, где написан этот стартовый экзамен. Идея очень простая, как все и вы знаете, и наши слушатели знают, семестр начинается с того, что студенты ничего не делают, вот, а когда экзамен приближается, они начинают пахать. Вот, соответственно, я сделал наоборот, я сказал, давайте сначала сдайте экзамен, а потом будем заниматься уже обучением. Вот, называется стартовый экзамен, и я его осуществил, и были отзывы прекрасные, но это было, было время еще застой, 83-й год, вот, и на кафедре перепугались от такого новшества, и меня ушли, вот, но опыт был потрясающий, поэтому мы в нашей русской школе инженеров можем применить этот стартовый экзамен, то есть он очень просто делается, то есть специалисты дают некоторый очень сжатый материал, вот у меня он конкретно по моему основу проектирования, значит, проектирование ввода-вывода и основу проектирования систем, я написал на 50 страничках, сам написал, вот, там было 96 вопросов, на которые нужно было выучить 96 ответов, вот и все, я думаю, каждый инженер, действующий сегодня инженер, может такой планчик составить, чего должен знать инженер, который придет вместо него работать на его рабочее место, правда? Вот, то есть нужно пойти уже к рядовым инженерам и сказать, вот ты работаешь вот здесь, на этом рабочем месте, вы тут все запарились, потому что инженеров не хватает, скажи, пожалуйста, что нужно, чего нужно научить этого вот товарища, мы его за два года выучим, давай список, и все, вот, вот так делается программа, поэтому сейчас нужно составить прямо список людей, которые на подобный вопрос могут дать письменный ответ, и к ним, ну, достучаться, дойти, до 21-го числа, такой у меня план, вам слово, товарищ Баузер, пожалуйста. Ну, все, я, как бы, все, я двумя руками, посмотрите, я в это верю, я, если честно, да, я вот устал, я сегодня буквально за 15 минут до того, ну, до нашей встречи я пришел с работы, приехал из другого города, у меня голова сейчас немножко не совсем свежая, я обязательно смотрю, да, я, я уже, знаете, ну, в таком немножко, как бы, полусонном состоянии, немного устал, еще по лужину, поэтому я обязательно еще раз переслушаю, вот это видео пересмотрю, у меня там какие-то, были такие моменты, где я немножко уже все засыпал, так что я, больше я все слушал, 99% все слушал. Значит, вот, чего я жду от вас и от ваших коллег, потому что я бы не хотел, чтобы вы лично сами все это делали, при вашей занятости сегодняшней, когда у вас там становление нового помещения и так далее, и текущая работа, и все, чтобы, ну, какие-то люди вам в этом помогли, в этой информационной работе, она информационная работа, то есть найти вот таких подходящих людей, и у них вот это поспрашивают, дайте, пожалуйста, примерный список, ну, чему надо научить-то, вот, и все, и этих пригласить на 21 число, потом. Я понял, да? Да, поэтому нужно сейчас людей, которые у вас есть знакомые на разных предприятиях, вот это вот им поручить, чтобы они быстренько в клювики принесли там по полстранички каких-то, ну, знаний, которые нужны инженеру. Ну, мне поставили план-задачу завтра до 10 утра составить программу, ее нарисовать, сделать там красиво все это, и преподнести это Международный институт проблем управления, чтобы они утвердили эту программу, и наконец-то отправили письмо нашему главе города, и я надеюсь, что они отреагируют на это, и мы вас всех встретим с нашим татарским гостеприимством и национальным блюдом чак-чак, на котором вы все угощаете. Я теперь выкладываю нашу запись на YouTube и начинаю писать видеокнигу в диалогах, посвященной русской инженерной школе. Отдельно такую видеокнигу, и первая глава, это наш с вами разговор. Все. И дальше рассылаем нашим партнерам наш разговор. Не надо им ничего пересказывать. В чем прелесть такого способа работать? Очень экономится время. Не надо ничего пересказывать. Даешь ссылку, человек смотрит и начинает делать дело. И все. И привносит свои мысли, что еще надо сделать, как надо улучшить работу, и так далее. И вперед из песни. Да, я включаюсь в работу. Все. До свидания. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.